Сейчас последняя мода, каким образом нанимателей можно выселить. Живет человек, у него договор найма, живет, например, в хозяйском доме. Он понимает, что он защищен законом о найме живых помещений, который гласит, что договоры, заключенные с предыдущим владельцем, обязательны для последующего. Ну, так и было, люди спокойно живут. Так вот, осенью прошлого года были приняты поправки к закону о гражданском процессе, которые позволяют в случае, если этот дом, предыдущие собственники накопили долги, например, домохозяин накопил долги, и у него за эти долги этот дом отнимают, продают этот дом с аукциона, и новые собственники с помощью судебных исполнителей входят во владение. Так вот, теперь новая мода, уже много таких случаев, когда судебный исполнитель с новым собственником приходят и выселяют всех жильцов, вывозят имущество, ставят решетки на день. Как они могут решетку выстрелить в доме с людьми? Сейчас ситуация, здесь придется предупредить всех людей, которые живут с договорами найма. Потому что сейчас судебный исполнитель, если договор не внесен в земельную книгу, то судебный исполнитель и новый собственник могут не заметить вот это. При продаже дома с аукциона, если заранее жилец не пришел к судебному исполнителю и не показал этот договор найма, судебный исполнитель может прийти, взломать дверь, вывезти вещи, хозяин дома поставить решетку на подъезд, и, собственно, люди могут с собачкой погулять, прийти обратно в тапочках и увидеть, что их обратно уже не пустят. Они могут получить свое имущество где-то на складе, могут подать иск в суд, и через 3-4 года суд признает, что их действительно незаконно выселили, у них есть договор найма и так далее. Это уже последняя фишка. То есть судебные исполнители идут на такую подлость, они ловят, когда человек идет в тапочках гулять с собакой, фактически в квартире нету, и в этот момент уже заранее подготовленные фирмы, там слесари взламывают замки, ставят новые замки, и человек не может... То есть формально все делается законно. Формально якобы судебный исполнитель и новый владелец не в курсе, что у этого человека есть договор найма, он не закончился, или он бессрочный. Да, они приходят и вводят во владение. Дальше не дело судебного исполнителя, дальше это, скажем так, дело между собственником и нанимателем. Наниматель на улице, без вещей, он деморализован. Опять же, мы говорим, что среди них достаточно много пожилых людей, которые настолько в большом стрессе, что они не могут нормально обжаловать вот эти решения. И если мы говорим о том, чтобы восстановление такой справедливости может занять достаточно долгое время, то, собственно, получается, что вот это и есть такой прием.